Одно золото за другим. Челябинские гиревики обошли всех соперников из 36 стран и возвращаются чемпионами с мирового первенства. А игроки трактора сегодня отмечают Всемирный день хоккея. Подробности расскажет Ульяна Любимова. Это видео снято в Дублине. Трое наших спортсменов разминаются перед ответственными стартами. Чемпионатом мира по гиревому спорту. Челябинец Иван Денисов в итоге стал девятикратным чемпионом планеты, обновив три своих рекорда. Денисов выполнил 165 подъемов в упражнении толчок и 210 подъемов в упражнении рывок. И завоевал три золотые медали в двоеборье эстафете. Уверена обошла своих соперников и Ксения Дедюхина. У нее золотая медаль и седьмое по счету звания чемпионки мира. А в толкании гирь по длинному циклу на высшей ступени пьедестала почета оказался Алексей Рябков. Теперь сезон для гиревиков закончен. Итог три чемпиона мира за 2015 год. И все из Челябинской области. В первый день зимы игроки Челябинского трактора пришли поздравить белых медведей Алтына и Айришу со всемирным днем хоккея. Константин Климентов, Максим Якуцен и Егор Мартынов принесли в подарок подопечным коробку мороженого. По словам работников зоопарка это любимое лакомство медведей. Перед десертом игроки покормили живых талисманов рыбой, а затем перешли к сладкому. Нападающий трактор Максим Якуценя впервые побывал в клетке с медведем. И рассказал, что даже на расстоянии почувствовал мощь зверя. Мне кажется все ест. Одинаково и мороженое, и рыба. Хозяин семьи не дает жене подойти. 4 декабря трактор начинает выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Первая встреча пройдет с питерским скам. Спортсменки Челябинской области завоевали первое общекомандное место на турнире по вольной борьбе. Он прошел в Емманжелинске. Участницами стали 100 представительниц 4 областей. Свердловской, Курганской, Оренбургской и Челябинской. Уровень, конечно, вырос. Я смотрю, очень много родителей приходит поддерживать, что немаловажно. Родители понимают, тренеры понимают, что надо вкладываться в детей. И тогда будет все, и результат, и техника, и не заставить ждать себя спортивных результатов. Схватки женщин в вольной борьбе по зрелищности ничем не уступают мужским. Среди триумфаторов Кристина Хисамуддинова из Челябинска. Вольной борьбой она занимается два года. Сегодня принесла своей команде золотую медаль. Всего борцы из Челябинской области завоевали 14 золотых медалей. Ульяна Любимова, Александр Захаров и Иван Генералов ОТВ Кристина Хисамуддинова из Челябинска.